Покачевские школы присоединились к проекту Российского футбольного союза «Футбол в школе», направленного на привлечение детей и подростков в самый популярный спорт в мире. У школьников появляется возможность приобщиться к футболу на уроках физкультуры и в секциях, участвовать в регулярных тренировках и фестивалях. В городских общеобразовательных футбол уже был в образовательной программе, и поэтому интеграция в общероссийское движение прошла быстро и без осложнений. Проект, если честно, очень сразу понравился. С директором и с нашим заучем по воспитательной работе мы собрали небольшое совещание, поговорили на эту тему, одобрили. Наши также учителя со второй школы подключились к этому проекту. Сейчас мы сделали три группы. У нас вторые и третьи классы, пятые, шестые и восьмые, девятые. Затронули практически все параллели. И сейчас еще в проекте также ко мне девочки начали, потому что, как обычно говорится, футбол – это мужской вид спорта. В основу мальчики тянутся. Но ко мне уже приходят некоторые девочки. И сейчас еще в проекте есть такая, как бы, ну, можно сказать, не мечта, а такое там желание, чтобы девочки тоже занимались. Очень сильно хотелось бы этого. Формирование женских команд проектом «Футбол в школе» пока не конкретизируется, но, может быть, пример покачей как раз и повлияет на развитие этого направления футбола. С 1 сентября Российский футбольный союз приступил к обеспечению всех заинтересованных учреждений необходимым инвентарем и подготовкой кадров. Учителя физкультуры прошли квалификационные курсы. Очень понравилось то, что мы сейчас начали сразу в конце августа, принимали участие в семинаре. Это также идет повышение квалификации учителей физкультуры. Очень интересно все рассказывают. Потом мы отвечаем, сдаем небольшие, как бы, тоже эти нормативы, тесты и получаем соответствующие сертификаты. Это очень большой плюс, когда тоже учителя физкультуры между собой общаются. Сегодня в округе в проекте участвуют 32 школы. Это те учреждения, которые уже имели опыт работы в данном направлении. Однако, по словам куратора проекта Вячеслава Дымченко, сегодня поступает множество заявок от незадействованных пока учебных учреждений. И к следующему году футбол в школе охватит почти все учебное пространство ХМАО.